МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Александрович Новиков. Имя главного маршала авиации Александра Новикова по праву стоит в ряду имен выдающихся полководцев. Под его руководством советские летчики ударами с воздуха сокрушали военную машину Третьего рейха, самоотверженно сражались за честь, свободу и независимость нашей Родины. Он родился 19 ноября 1900 года в деревне Крюково Костромской области. Осенью 1919 года был направлен в Приволжский пехотный полк Красной армии, воевал на фронтах Гражданской войны. В 1922 году окончил командные курсы выстрел, а в 30-м военную академию имени Фрунзе. С марта 1933 года Новиков был назначен начальником штаба авиабригады военно-воздушных сил 40-го командующим ВВС Ленинградского военного округа. В этой должности его и застало Великое Отечество. Шел третий день войны. Под руководством Александра Новикова была разработана операция. Более 500 самолетов готовились нанести удар по вражеским аэродромам на всем фронте, от Выборга до Мурманска. Такого еще не знала история наших военно-воздушных сил. 25 июня 1941 года армада из 263 советских бомбардировщиков и 224 истребителей и штурмовиков нанесла внезапный удар по 19 аэродромам врага. За несколько часов в небе и на земле противник потерял 41 самолет. Операция продолжалась в течение 6 суток. Враг был вынужден оттянуть свою авиацию за пределы радиуса действий советских истребителей. Так, с первых дней сражений массированные удары по аэродромам врага стали одним из основных средств борьбы за господство в воздухе. Это был первый успех Александра Новикова в Великой Отечественной войне. Обстановка под Ленинградом осложнялась. В середине июля 1941 года соотношение сил в воздухе в районе города было примерно 2 к 1 в пользу гитлеровцев. Самолетов не хватало. Авиационные части несли потери. И Новикову приходилось перебрасывать дивизии и полки с одного участка фронта на другой. Жаркие бои разгорелись над единственной военно-транспортной стратегической магистралью, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей, Ладожской дорогой жизни. Но авиация справлялась с задачами. Удар за ударом наносили ленинградские летчики по врагу. Успешно отражались и массированные налеты фашистских бомбардировщиков. Весной 1942 года Александр Новиков был назначен на пост командующего ВВС Красной Армии, структуру которой он реорганизовал. Воздушные армии стали входить в состав фронта самостоятельной единицы. И это значительно расширило возможности массированного применения авиации. В Сталинградской битве Новиков предложил основную ставку сделать не на бомбардировщиков, а на штурмовиков. Практика боев подтвердила дальновидность командующего ВВС. Несмотря на частую непогоду, илы взлетали почти каждый день. Сопровождая танки и пехоту, они огнем мощного бортового оружия, реактивными снарядами, бомбами и пулеметами крушили вражескую оборону на переднем крае. При необходимости вели сражения с истребителями и бомбардировщиками врага выполняли задачи разведчиков в небе. Оправдало себя в битве на Волге и другое новшество. Управление воздушными боями с земли по радио, которое очень скоро было внедрено в ВВС повсеместно. А к концу 1944 года ни один экипаж самолета не имел права подниматься в небо без устойчивой радиосвязи. Мощь советской авиации росла изо дни в день. По качеству техники и количеству боевых единиц она уже не уступала гитлеровской, а в чем-то и превосходила ее. Авиационная промышленность обеспечила ВВС достаточным количеством боевых самолетов. За полгода их было выпущено 16 тысяч. Ощутимо выросло военное мастерство летчиков и командиров. 21 февраля 1944 года Александр Новиков стал первым советским главным маршалом авиации. 23 июня 1944 года началась белорусская операция «Багратион», которая охватывала огромную территорию, более тысячи километров по фронту и до 600 в глубину. К участию в ней привлекалось около 6 тысяч самолетов. Это 5 воздушных армий. Теперь советские летчики были хозяевами в небе. Они диктовали гитлеровцам свою волю и навязывали им свою тактику. В ходе операции наши наземные войска в тесном взаимодействии с авиацией образовали три больших котла в районе Витебска, Бобруйска и Минска. И в короткий срок окружили и разгромили вражеские группировки. В ходе Кёнигсбергской операции только за одни сутки, 8 апреля 1945 года, наша авиация совершила более 6 тысяч самолетовылетов. В результате немецкое командование гарнизона потеряло управление войсками. Сопротивление противника резко ослабло, и наши штурмовые отряды начали быстро продвигаться вперед. Сильнейшая крепость была разгромлена в считанные дни. 17 апреля 1945 года главному маршалу авиации Александру Новикову было присвоено звание Героя Советского Союза. Произошло это в разгар берлинской операции, которая отличалась гигантским размахом действий авиации. Эта битва рассматривалась как решающая. Ее целью было окончательное сокрушение и безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии. Славные соколы нашей отчизны в ожесточенных воздушных сражениях разгромили хваленую немецкую авиацию. Два красных знамени с надписями в честь нашей победы и 1 мая были сброшены над поверженным Рейхстагом. Войну Александр Новиков закончил на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало акт о капитуляции. 8 сентября Новиков был награжден второй медалью «Золотая звезда». «Золотая звезда» показала акт о капит tapped ARI «Золотая звезда». Рейхстаг «Золотая звезда» Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова COMES